Ребята, приветствую всех наших ребят и наших зрителей. Виктор, спасибо, что ты согласился помочь ребятам и в основном зрителям. На этой неделе очень скоро, через пару дней будет очень-очень большой праздник, праздник Шавуот. И мы как раз хотим вместе с вами немножко подготовиться к этому величайшему празднику, где Всевышний, Бесконечный Свет, Добро начинает устанавливать связь с человеком, с искрением, установления связи. И с этим, собственно говоря, меняется история человечества. Но вот по поводу этого праздника мы еще говорили, то есть это праздник Шавуот, мы говорили, есть пятикратный праздник. Потому что в первую очередь это праздник Жатвы Нового Хлеба. То есть, сами понимаем, что без муки нет Тори. Правда, ребята тоже говорили, что без Тори нет муки. Таким образом, в начале, что был хлеб у нас, праздник Нового Хлеба, праздник Жатвы, потом все плоды созревают, это потрясающее время, очень веселое, радостное, богатое время, все красиво, тепло, даже бывает очень тепло. Все созревает, полно плодов, да, вот эта маленькая, если пойдете. И вот эти первые плоды, которые мы приносим, в переносном смысле, конечно, человек может иметь в виду, вот я приехал в Израиль, в Руха-Шен, все лишнее взял нас сюда, домой. И теперь потихонечку мои плоды тоже созревают, я могу принести к народу, к Иерусалим, к Творцу. Это праздник первинок, первых плодов, и потом мы говорили праздник Шавод, и прошли для этого, прошли 7-ми крат, 7-ми недель, как будто бы восхождение по развитию личному, и всем общенародному, чтобы достичь этот уровень, когда все лично может с вами говорить. И это имя праздник Шавод. А Церет мне говорит, мы достигли такого уровня, когда мы вместе, как народ и царем Давида, мы теперь готовы делать, начинать делать послание Творца, дать принести, в общем-то, свет Творца всему человечеству. Поэтому это А Церет. И пятый Дарване Тори, это уже живой связь с Творцем. Живой связь с Творцем, это просто потрясающая вещь, это фантазия, которую невозможно понять даже. Окей. Но мы сегодня будем сосредоточиваться именно на Дарване Тори, и мы говорили о том, что вот эти три месяца готовят нас, то есть месяц Ниссан, это у нас праздник Песа, когда мы стали народом, и месяц Я. Праздник Земли чего? Праздник независимости, когда мы освободили нашу землю. Земля Израиля, можно так сказать, да. Да, праздник Иерусалима, Левша, и храмовая игра в наших руках. И вот сегодня, сейчас праздник Песа. Теперь для нас, ребята, те, которые приехали сейчас из других стран, я думаю, что очень-очень непростое дело, что первично для нас. Потому что, сами понимаете, мы жили в другом народе, были частью другого народа, тем более те, которые делали Дью. Окей. Перейти в другой народ, это очень непросто. Часть народа, где есть марокканцы, например, которые менталитет вообще израильский, как говорится, израильско-климитивский, не наш менталитет. Да. Нам нелегко сойти. Языка не знаем, не понимаем, да, народ. И у них ценности совершенно иногда дикие, которые нам непонятны. Да. Поэтому, кстати, часть этого народа – это процесс. Согласны? Окей. Теперь насчет земли. Но, конечно, это святая земля. Но сравнивать это маленькое, совсем маленькое, кратчок земли, если сравнивать Россию или Украину, я не знаю, Финландия – она маленькая. Но, допустим, другие страны огромные, Америка и все такое, да? Разве ты можешь сказать, что вот эта земля, это только меня интересует эта земля, вот эта природа, а то, что у меня было, это вообще меня не интересует. Это тоже нелегко сказать. Ты согласен? Не согласен, потому что, если мы говорим о людях, которые проходят Геор, как минимум, они уже переломали в себе артефакты своей культуры. Поэтому он же не приходит сюда, как турист. То есть тот, кто хочет пройти Геор, он, как минимум, понимает уже, что такое еврейский народ, Тор и так далее. Илья, ты потом не забудь сказать нам про артайского края. Все, что, наверное, нужно пережить, это, мне кажется, мое мнение с точки зрения науки, это 40 дней, 8 дней для того, чтобы тело и сознание привыкло к новым. Но ты говоришь, что надо ломать, да? Надо ломать. До этого человек, который приезжает сюда на Геор, он уже плюс-минус, ну, ломать мы в другом смысле. И минуточку, ты же говоришь, что как красивая мандрация. Что красиво, да, и что? Причем здесь? Ну и женщины тоже очень красивые, но мы же не идем по своему какому-то эгоистичному. По природе ты не скучаешь вообще. Я видел мир, я видел разные страны, красивые океаны и моря, то есть... Ты хочешь сказать, что ты влюблится в пустыне здесь? А я не был в пустыне, чтобы жить 20 лет и чувствовать боль песка и солнца. В Израиле, Верусалиме мы живем, здесь природа страшно красивая, погода очень хорошая, поэтому... Окей, но согласитесь, что так же как не просто как будто вливаться в этот народ, чувствовать себя частью, так же нелегко смотреть на эту землю, как будто я здесь родился. Это другой вопрос. Конечно, да. Окей, есть ли некоторые трудности? Есть. Вы согласны? Окей. Третий, зато Тора, у каждого нормального человека, у которого есть душа, сердце, да, он тянется к Творцу. Поэтому очень может быть, что что-то не хватает всегда для души. Потому что ты видишь вокруг этот мир, ты не можешь быть доволен, потому что этот мир полно проблем. Ты ищешь где-то светлые идеали, которые ты только можешь понять, что это у Творца. Есть такое. Окей, поэтому, скорее всего, легче как-то, может быть, выходить вначале на связь с Творцом, чем с народом или с землей. Согласен. Понимаете? Окей. Поэтому это надо знать, что те, которые проходят в Юр, есть такая проблема, что в первую очередь хотят быть связаны с Творцом и, может быть, не знают, что первичный в данном случае, да, и даже Тора данный не каждому из нас, а народу. То есть Тора ты не можешь получить сам, Тору ты не можешь получить сам, только можешь получить через народ. Таким образом, для того, чтобы был настоящий успешный Юр, ты должны знать, что надо будет делать некое больше усилие, кроме видя на связь с Творцом, видя на связь с народом и с семьей. Окей, теперь что-то я хочу вам сказать неожиданное, потрясающее, которое, может быть, вам будет неожиданно, но до того года, давайте споем песенку. Чтобы было весело нам тоже, может быть, чтобы было сухо только слова. Значит, вот слова пели песни при Дарване Тории, мы поем Ашкенадские песни, пожалуйста. Лучше для меня Тора твоих уст, чем тысяча золотых и серебряных, чем тысяча золотых и серебряных. Да, слова слишком идеальные, я понимаю, но это то, что мы поем, потом мы чуть-чуть поговорим об этом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 живой себя с тарцом который раскрывается для меня что такая настоящий вот сейчас не как раз об этом это наша тема получит уже моральным каким-то законам я хочу вам привести парочку вещей да это конечно связано с моралью но более того если исполните что у нас написано решит гамегин там что-то происходило с какого никакие там деревья были были бы было одно дерево и были все деревья замечательно или все все деревья на еще 2 1 1 следует а ты уже делаешь комментарии но на самом деле столь написано что там было кроме всех деревьев дерево и жизни с какого дерева человек женщина должен был выкушать не с какого вас кушать добра и зла добра и зла беседа что был результат смерть все вещи как будто сказать что вы не кушайте святой святой дерево начались потому что вы умрете но змея сказали не вы не уйдете и будете как как бог будет ли все понимаем все знать так они такие вечно из мира вечно в вечного они вечно изгнаны из вечного мира человек изгнан и попал мир смертный максимум 120 лет там сказано и таким образом мы сейчас находимся в мире смертный согласно то есть и после того как мы это человек первый человек взял с этого плода и значит не живем на этой земле каждый там 70 до 120 лет собственно говоря это от один момент который показывает что есть тут дерево познание добра зла когда я хочу знать понимать я хочу сам жить и понимать все что есть есть дерево жизни что такое дерево жизни то написано мы говорим в шаббат это дерево жизни натурами горит а дерево жизни таким образом и здесь самом берешите противопоставляется смерти жизнь до себя за стол и и значит придарование торе а иначе я скажу вам анекдот анекдот уже может быть кто-то слышал но сами понимаете есть мы же ноги которые еще не слышали армянские туристы и из америки возвращаются в армию искать своих могил своих предков знаете что тоже было изгнать турков там или березы там очень много как и многие уехали в америку они возвращаются и смотрят ищет ну там читаю там надписи там родился 1800 умер тысячи восемьсот девяносто жил пять лет что там идет следующий родился 1900 жил до тысячи девятьсот восемьдесят пять жил три года что-то идут вызывают который послуживает храм до сторож там послуживает только радыше мир и что это что сейчас написано что за ерунда написано тысячи восемьсот девяностое на пиздаже 5 лет что такое а а что и как как вы думаете что как каждая минута вашей жизни это что это это настоящая жизнь вы живете по-настоящему вот они жили всего-навсего 5 окей институты не слышим то есть жизнь есть жизнь всегда мы понимаем что пара разные вещи говорится уровне жизни окей третий написано что когда получили тору и ребята вы это самое не расстраиваетесь потому что вы здесь из израиля кто здесь на этой земле с этим народом у вас все вечно обеспечен в этом мире и следующий так что все хорошо это пока мере немножко спускаемся что и подняться то и не придавали то и сказано то что всевышний сказал если вы не получите то что будет если вы не возьмете ее до гора упадет не дождь топой я на вас брошенную объявлять видно что получение то ли тора или из тора и без торе это жизнь или смерть сада не хотели мы хотим понять почему в чем дело цена и последний это это тоже как бы рассказик такой идет кто-то на берегу реки очень сильно течение реки и там кто-то кричит спасите помогите но видится человек тонет бурное течение реки вот это бросает туда веревку тот хватает и потихонечку можно его вытащить если он сильно схватиться это может даже сам себя викинули все больше ближе ближе берегу окей это пример о том что человек который тонет в реке это кто это мы сидим с вами ребят это не то не материальное мире как написано прежде тяне что они что делали утонули в море утонули мать материального мира следы если материальный мир неправильно ты живешь с ним у тебя накроет то не что да и все то что мы говорили раньше 70 120 но есть и все лишний бросит на и он бросает на веревку и не захватим схватимся за это тогда потихонечку он или он может вытащить и мы сами можем это вывести написано что израиль прошли через сухопутно у меня возникает один вопрос как научиться серфить на этом море да это может это будущее это молодежь этим увлекается это это и будущее но мы не хотим отказываться от материального мира потому что это все вещи на то что он том числе дает нам я жизнь да это полна жизнь это мы говорили и очень очень важно для выживания для жизни чтобы у тебя всю мир все то что вы очень хорошо виктор перечисли окей теперь мы хотим понять но до этого миша споем песню 2 да как же какая же причина глубокая что если у человека или у народа я хочу подчеркнуть этот момент не тори тогда будет очень хорошая судьба а если да есть это будет хорошая судьба давайте вторая песня да зачем песню в честь торы сочиню песню в честь торы дороже золота чистая и светлая дана она нам ведущим нашим мошаребейну глагой народ сочиню песню в честь торы дороже золота чистое свето ашуре широ и хвода тора ашуре широ и хвода тора и по сейкара закалуба и по сейкара закалуба не та на лану али аде и руину не та на лану али аде и руину мошаребейну горбия аюма мошаребейну ашуре широ и хвода тора Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другой тот мир Таким образом Если человек живет этим Он В общем-то Ограничен во времени Теперь Мир создан для того, чтобы Мы могли раскрыть каждый из нас Бесконечное добро Свет, Счастье, Любовь Творца Каждый на своем месте Но не для того, чтобы Каждый делал кейф Именно тем, что он получил И все на этом закончено Потому что это как будто бы Одноклетка Ты вышел из организма Одноклеточная Как хайдак Поэтому жизнь не очень-очень ограничена Но если ты Часть целого организма Ты живешь Всем организмом У тебя огромнейшая жизнь И мало того Ты живешь то, что было И то, что будет То есть это Часть вечной жизни Таким образом Все, что Тора говорит нам Чтобы мы Жили И старались И работали над этим Чтобы объединить Всю семью в одну Всю Всю планету Всю Кейла Вот это наша Махлака Чтобы это в единстве Да? Не каждый сам посыпливает на другое А было дружное единство Которое ты чувствуешь И отчасти этого Как это бывает на свадьбе Свадьба это огромная радость Каждая часть этой свадьбы Это не то, что есть только жених и невеста Ты живешь этим праздником То есть самый большой праздник Весь народ Когда в единстве Когда в дружбе Когда в любви Ты У тебя во первых Никаких врагов вообще нету Они исчезают Они убегают от тебя Во вторых Ты строишь Как говоришь Она по всей планете И А то же конечный итог Планете Да И может быть и больше Чем только планета Можете Что у тебя есть Сейчас сколько хочешь Галактик Миллиард Галактик Таким образом Все перед нами ребята Не волнуйтесь Таким образом Перед нами есть много Что делать Каждый который Есть у него желание Ведь частью Этого Всеобщего Раскрытия Объединения Части этого У него есть Вечная жизнь Часть этой Вечной жизни И уже в этом мире И тем более В будущем мире Потому что там В будущем мире Нет времени Как и Бейта Микдаш Ты заводишь Бейта Микдаш Нет там времени Ты зашел на одну секунду Ты как будто ты в вечности То же самое Когда Мы приходим В такой мир Который Похоже на Бейта Микдаш Время отменяется Ты увидишь Что ты часть Вечной жизни Но для этого Надо жить именно так Стараться Чтобы мы Искали Все что мы Я вначале Мог раскрыть Я хочу раскрыть Что у меня есть Как я могу дать И вместе Объединиться Как-то найти Общие ходы Общие связи Со всеми На разных уровнях Что и потом В самом деле Нас вышел из этого Мир Творца Который Просто Одна большая Бесконечная Радость Развитие И развитие Жизни Последняя Песня Третья Песня Потому что Из Циона Вели Тора Потому что Из Циона Вели Тора И Слава Всевышнему Из Русалима Из Циона 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 Не отказывается Ни от кого Тем более Ни от такого народа И Затащим Что Бел У нас большой Большой праздник Спасибо Жизни Всем хорошего дня Спасибо Что это?